Чувашию посетила представитель Организации Объединенных Наций. Бренда Годдард Атли, заместитель председателя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в России, оценила условия, в которых на данный момент проживают вынужденные переселенцы из Донбасса. Делегация посетила пункты временного размещения Эдкер и Вега. Какую оценку дал зарубежный эксперт условиям проживания в репортаже Анны Центовской? Здесь психологи будут общаться? Там, совместно с кем-то и больше? А психологи откуда? Это гранты. Мин объявлял гранты, выиграли организацию и к нам обратились. Вместе со специалистами Минтруда, уполномоченным по правам человеков Чувашии и представителями Красного Креста, эксперт ООН осмотрела кампус, где проживают переселенцы. Их комнаты пообщалась с семьями. По их словам, это одно из лучших мест, где они жили. Приятные комнаты, современный интерьер, а главное – доброжелательный персонал. Условия проживания очень хорошие. Постель меняют, уборка. Благодарим руководству этого ПВРа. Я в школе в кадетскую школу, она здесь недалеко. Еще о чем занимаешься? Ну, смотрите, Лиза. Ну, вообще, в целом тебе здесь нравится? Да. Высоко Бренда Годдард Атли оценила финансовую и материальную помощь. Гости заглянули в медпункт, зал отдыха и подсобные помещения. Познакомились с меню в местной столовой. Столовая вот просто шикарная. Девочки кормят нас. Просто... Я даже не знаю, как вот слов каких подобрать. Мы давно здесь. И вот такого питания, как здесь, мы еще не видели. Ну, порции хорошие. Вот мы как бы... С семьей нам хватает. Даже просим девочек, чтобы меньше ложили, потому что ложат порции. А у них на все одно. Ешьте, наедайтесь. Делегация также посетила пункт временного размещения в социально-оздоровительном центре Вега. Сегодня здесь живут 74 вынужденных переселенца. Представители ООН они рассказали, как устроились на новом месте и о своей жизни на Донбассе. Возвращаться к ней, к слову, сейчас никто не хочет. В СУ занимают жилые дома, обстреливают гражданские здания. Боятся жители и расправ со стороны националистов. Ну, о чем спрашивали? О жизни. Спрашивали, чем занимался. Я сказал, что я ездил в Мариуполь. Посмотрел, как, что. Обещали там сделать 3-5 лет. И будут уже дома. Сейчас пока там все черно. В общем, все замечательно, честно говоря. Без всяких там... Хорошо, да. Да, все хорошо. Если было что-то... Спасибо, что приютили, не отказали нам в этом. Это много, значит, в людских, да, в человеческих отношениях. Потому что и такого не пожелаешь никому. В каждой квартире по две комнаты. Многие взрослые устроились на работу. 11 человек сейчас трудятся на промлите. Их и детей до школы довозят на автобусе. Мы видели, что оказывается обширную помощь. И психологи, и медики. Отметила бренда Годдер Татли. Всем приехавшим сюда пришлось пройти через тяжелые испытания. Но сейчас они рады, что находятся в безопасности. Условия очень замечательные. Кормят нормально. Ну, все хорошо. Нас все устраивает. Живем с ребенком, с мужем. Места нам хватает. Главное, что тихо, спокойно. Мы натерпелись. Зарубежные коллеги отметили. Информация и отзывы людей, которые получили здесь поддержку, поспособствуют созданию всесторонней, а главное, достоверной картины происходящих событий. По итогу визита в Годдер Татли отметила большие усилия России по предоставлению всесторонней помощи тем, кто вынужденно покинул свои родные дома. Анна Центовская, Георгий Кривошейн, Республика. Редактор субтитров А.Семкин